20 марта 1985 года впервые был объявлен день без мяса. Многие магазины отказались от продажи мяса, кафетерии, рестораны, заведения. Все предлагали своим клиентам блюда без мяса. Вот мы сегодня тоже в своей программе спустя много лет решили поддержать эту традицию и поговорить о том, можно ли питаться правильно, быть здоровым и при этом исключить свое мясо, если вы находитесь на диете. Об этом знает все наш эксперт в студии. Рада вам представить, Елена Попека. Диетолог и просто красивая девушка. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, давайте разбираться. Диета без мяса. Для кого такая диета в первую очередь? Для каких людей? Вообще для любого желающего. По сути, диета без мяса может быть. Если подход грамотный, если все продумано, то вреда от такой диеты не будет. Но говорят, что в первую очередь такая диета пригодится как раз тем людям, которые пытаются спросить вес, если он превышает, например, уже 15 килограммов. Когда большие проблемы лишнего веса. Вообще, когда у человека уже большие проблемы с лишним весом, то необходим комплексный подход. Нельзя исключить только одно мясо и надеяться на какие-то успехи. На самом деле, для того, чтобы сбросить вес, нужно продумать свой рацион. Если мы исключаем, например, красное мясо, то, значит, мы должны внести какие-то дополнительные источники белка. Например? Вот давайте сразу разбираться. Если это белки животного происхождения, то это может быть молоко, творог, это может быть морепродукты, рыба. Ну вот, как минимум, вот эти продукты. Если это белки растительного происхождения, то это чечевица, горох, фасоль, нут, маш, соя, тофу. То есть все это сейчас спокойно можно найти в магазинах. Вы знаете, кстати, по поводу тофу, я вот специально после нашей с вами беседы несколько месяцев назад заглянула в магазин, в обыкновенный супермаркет шаговой доступности дома. Но там не оказалось тофу, а тот, который оказался там по какой-то завышенной цене. Какие есть еще альтернативы, что мы можем еще... Все-таки продукт немножко не белорусский такой, да? Ну да, возможно, продукт не белорусский, но гораздо легче найти ту же чечевицу, она сейчас есть в любом магазине, горох, который изначально всегда есть в нашей культуре, да, фасоль. Все это тоже источники белка. Хорошо, вот говоря о диете без мяса, мы ведь говорим не только об исключении жирного мяса, свинины, например, да, или там баранины, красного мяса. Мы исключаем и курицу, и индейку? Если мы говорим про день без мяса, то, конечно, да, мы убираем полностью в этот день из своего рациона мясо все сорта, вплоть до того, что некоторые убирают даже рыбу. Но есть диеты, которые придерживаются такого стиля, что оставляют только белое мясо. Ну, то есть все по-разному. Ну, вот многие мясоеды, да, считают, что в нашем климатическом, в наших климатических условиях нашего региона без мяса крайне трудно организму оставаться полноценно здоровым, быть энергичным человеком, например, который там и умственная работа, или физический труд, или все-таки вот этих продуктов белковых происхождения растительного достаточно для того, чтобы поддерживать себя в энергии? Я скажу так, что тот, кто хочет, он всегда найдет способ, как сделать. Тот, кто не хочет, найдет оправдание. То есть в наших климатических условиях реально быть вегетарианцем, например, и исключить из своего рациона мясо и продуктов растительного происхождения для этого будет хватать. Но если мы не полностью веганы, например, тогда в нашем рационе по-любому остается молоко, молочные продукты, яйца. Тут вообще никаких вопросов я не вижу. Хорошо. Ну, давайте еще раз вот все-таки попытаемся так не пофантазировать, а вот составить небольшой рацион, план для тех людей, которые решили посидеть на диете без мяса. Во-первых, может быть, есть какие-то предостережения у вас, в первую очередь, кому нельзя, с какими показателями по здоровью? Ну, вообще, во-первых, я бы не рекомендовала во время беременности уже начинать придерживаться, ну, такой системы питания без мяса. Или до, или после, да? Да, либо до, либо после, потому что и так для организма нагрузка определенная есть. Если вы еще новое питание ему ведете, будет не очень хорошо. Ну, и подросткам все-таки они у нас максималисты, поэтому для начала пускай изучат этот вопрос, а потом уже придерживаются такого стиля питания. Ну, вот я не знаю, там вообще часто бывают противопоказания из распространенных в нашей стране. Повышенное артериальное давление, например, какие-то сердечные недостаточности, это все... Вообще, есть такие исследования, которые говорят о том, что повышенное потребление мяса, наоборот, способствует развитию заболеваний сердца, связывают даже вот употребление мясной продукции, то есть, например, колбасы, сосиски, с появлением такого вида рака, как колоректальный рак. Поэтому я не вижу, ну, проблем в том, чтобы исключить при каких-либо заболеваниях своего рациона мясо. Главное, чтобы подход был грамотный. Хорошо. Итак, вот мы организовываем нашу диету без мяса. С чего начинаем? Может быть, какие-то есть основные продукты, с которых стоит начать, чтобы организму было легче адаптироваться под новый вид питания? Во-первых, я бы рекомендовала сначала постепенно убрать там красное мясо, оставив там только белое, затем свести к минимуму, опять же, белое мясо, и все у нас, по сути, останутся там только молоко, творог, ну, мы их оставляем в рационе, да, там, яйца. Если это говорить про дневной, то есть, примерно, представить, как будет выглядеть дневной рацион, дневное меню, например, на завтрак это у нас может быть каша с орехами, там, овсяная, либо гречневая каша с яйцом, или сырники, творожная запеканка. Перекус это могут быть салаты, в которых можно добавить какой-нибудь белковый компонент, опять же, тоже творог или тоже яйцо, можно не добавлять. А на обед это, может быть, чечевичный суп, например, или чечевичные котлеты, или нут приготовленный, или тушеная фасоль с какой-то крупой и овощами. Соответственно, перекус, там, может быть, фрукт какой-то, и вечером ужин я бы рекомендовала тоже какой-нибудь салат и, например, белковый компонент, или овощи, и... И рыбки, наконец-то. Или рыбки. Спасибо большое, Елена. Будем надеяться, что сегодняшний день без мяса принесет пользу для здоровья абсолютно всем нашим телезрителям. Мы побеседовали о том, как же правильно питаться и при этом отказаться от мяса вместе с нашим диетологом Юлианой Попека. Друзья, но самое главное, напоминаем, берегите свое здоровье и прислушивайтесь к своему организму. А если не знаете ответ на какие-то вопросы, обязательно обращайтесь к врачу. Спасибо.